Гран-при Бахрейна, открывающий серию из трёх подряд гонок Формулы-1, вышел во всех смыслах зажигательным. Так Ромен Грожан на первом же круге зацепил машину Даниила Квята, вылетел с трассы и врезался в ограждение. Удар оказался настолько сильным, что машину буквально разорвало пополам, после чего болид мгновенно вспыхнул. Притом, из пылающего кокпита гонщик смог выбраться далеко не сразу. Так что ситуация выглядела действительно страшно. Тем удивительнее, что Ромен, по заверениям медиков, обошёлся без серьёзных травм. Врачи диагностировали лишь ожоги лодыжек и рук. В любом случае, пилот команды ХАС явно должен записать 29 ноября своим вторым днём рождения. Пауза, чтобы навести порядок на трассе, растянулась на 80 минут. Но после рестарта гонку пришлось останавливать снова. Теперь Квят зацепил заднее правое колесо Лэнса Строла, и машина-канадца, совершив эффектный кульбит, замерла вверх колёсами. Судьи наказали россиянина 10-секундным штрафом, а в его гоночную суперлицензию была зачислена пара штрафных баллов. Но даже при таком раскладе Даниил умудрился финишировать 11-м. И это отнюдь не полный список происшествий уикенда. На последних кругах загорелся болид Серхио Переса, и мексиканцу пришлось спешно останавливаться. Так что по количеству злоключений Гран-при Бахрейна однозначный антилидер этого сезона. Выиграл этап Льюис Хэмильтон, следом за которым финишировал Макс Ферстаппен, а третьим гонку закончил Алекс Элбен. К слову, успешный финиш Макса и Алекса принес Рэдбулу второе место Кубка Конструкторов. Между тем, на ближневосточном этапе второй формулы пилот программы СМП Рейсинг Роберт Шварцман стал победителем воскресной гонки. Благодаря своей победе Роберт поднялся на четвертую строчку зачета пилотов. Еще один наш соотечественник Никита Мазепин в Бахрейне приехал вторым. В итоговой же классификации он числится третьим, притом разрыв между двумя россиянами составляет ничтожные три очка. И это гарантирует острую схватку на следующих выходных. Следом гонщиков ждет другая, более скоростная конфигурация этой же трассы. Притом для младшей Формулы 2 грядущий старт станет финалом года.